Привет! При создании этой диорамы я использовал множество различных приемов и технологий, которые помогли относительно быстро завершить работу. В этом видео я расскажу как работать с сухими пигментами, когда применять смывки, как с помощью клея сделать поверхность воды, покажу как состарить машину и сделать ржавчину. Также покажу различные варианты покраски кирпичных, оштукатуренных стен, нанесения пыли. Дополнительно в этот ролик я включил описание миниатюрных столярных станков, с помощью которых можно делать любые варианты деревянных заготовок. Как и в прошлых диорамах я также делаю основание из пеноплекса, покрытое слоем скалптомолда. Чтобы процесс с мельницей пошел немного быстрее, я решил купить на турбосквиде модель мельницы. Но для 3D печати эта моделька совсем не подошла и пришлось все с нуля перемоделивать уже под 3D печать. Выравниваю арочное основание мельницы на макете. Далее малярным скотчем делаю маску для песочно-каменного грунта, которая повторяет форму многоугольника основания мельницы. На жидкий клей от компании НОХ я насыпаю мелкий песок, остальную часть засыпаю искусственным дерном, это послужит основанием для травы. По задумке река проходит под мельницей и на другом конце превращается в канал. Берега этого канала должны быть огорожены деревянными панелями. Их делаю из отдельных досочек. Для нарезки использую специальный кадр, который упрощает нарезку заготовок одинаковой длины. Для нарезки использую специальный кадр, который упрощает нарезку заготовки 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 заготовки. Основной цвет я выбрал призрачно-серый и после высыхания можно имитировать эрозию, то есть имитацию процесса истирания поверхностного слоя. Для этого сначала я использую сухой пигмент, смешанный с закрепителем. Таким образом его проще наносить и не придется дополнительно фиксировать. Добавляю еще болотных оттенков. Дополнительно местами приклеиваю дерн. Дополнительно местами приклеиваю дерн. Выравниваю финишной шпаклевкой и на нее же приклеиваю деревянные панели. После высыхания все почищаю и крашу под грунт. Со стороны реки вход в канал будет отделан кирпичом. В масштабе 1,87 размер кирпича настолько мал, что нет возможности складывать стену из отдельных кирпичиков. Да и по времени это длительное занятие. Я напечатал на 3D принтере сразу готовый объект в масштабе и теперь остается его покрасить. Сначала наношу основной цвет раствора, который будет между кирпичами. А уже после полного высыхания сухой кистью аккуратно крашу лицевую часть кирпичей. Таким образом швы не закрашиваются и остаются светлыми. Чтобы швы сделать немного темнее и добавить красного рефлекса, достаточно нанести смывку или сильно разведенную красную краску, а затем быстро убрать ее салфеткой. Темно-зеленой смывкой создаю эффект воздействия воды на кирпич. У основания имитирую грязь с сухим пигментом. Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю почему, но всегда думал, что камыш это растение, стебель которого заканчивается почетковидным соцветием. Оказалось, что это был рогоз. Для его создания в качестве основы я использовал материал Fieldgrass Havest в двух цветах зеленый и желтый. Смешиваю оба цвета и делю на небольшие пучки. В основании их склеиваю. Нужного цвета я добиваюсь с помощью смывки. Крашу, сушу и затем разделяю слипшиеся волокна. Укорачиваю длину таким образом, чтобы верхние волокна оставались разной длины. Чтобы загнуть и немного распушить волокна, я использую паяльник. Как видите, стоит только приложить паяльник, как волокна начинают хаотично сгибаться и закручиваться. Готовые пучки приклеиваю на дно. Пока они сохнут, я занимаюсь первым этажом мельницы. Конструкцию с арками предварительно зашкуриваю. Для имитации старой штукатурки я использую финишную шпаклевку. Наношу ее таким образом, чтобы слой был неровный. После высыхания закрашиваю светло-бежевым. Пока арки сохнут, я напечатал следующие детали и отделяю их от поддержек. Первая примерка больших частей здания мельницы. Между первым и вторым этажами должен быть балкон по форме восьмиугольника. Геометрическую фигуру я сделал на компе и вырезал ее из плотной бумаги, покрытой глянцевой пленкой, с помощью плотера. Конструкцию балкона собираю на глянцевом слое. Глянцевый слой необходим для того, чтобы основание балкона легко отделилось по завершению работы. 3D принтер сильно помогает в работе над сложными и мелкими деталями. Делаю оконные проемы и рамы. Прошло больше недели моделинга в 3D редакторе, 3D печати и покраске некоторых элементов. Делаю очередную примерку. Время приклеивания флока. Цвет травы я выбрал летний. Флок использую немецкий от компании Мининатур. На клей высыпаю достаточное количество флока через флокатор. С его помощью флок сваливается кучами и встает перпендикулярно основанию травинка к травинке. После высыхания неприклеенный флок собираю пылесосом. Для имитации воды я буду использовать эпоксидную смолу. В своей работе я использую смолу Gold Glass. Это низковязкая прочная смола. Благодаря этим свойствам из смолы нетрудно удалить воздух и пузыри. А также самое важное с точки зрения техники безопасности, она не закипает при отвердевании. Смолу Gold Glass можно купить в интернет-магазине polymax10.ru. Смешиваю два компонента эпоксидки. После смешивания лучше перелить в чистую емкость, чтобы не осталось неразмешанных мест. Далее добавляю пигмент. После размешивания смесь готова к заливке. Заливаю в два слоя, это позволяет контролировать протечки и цвет слоев. Мне еще ни разу не удавалось залить эпоксидку без протечек, так что всегда подкладываю пленку. А саму диораму ставлю на подставку, чтобы протечки не приклеили основание диорамы к столу или пленке. Для удаления пузырьков можно использовать фен, горелку, специальный спрей или собственное дыхание. Оба слоя залиты и высохли. Оргстекло отделяется с небольшим усилием. Доклеиваю двухмиллиметровый флок и добавляю готовые кусочки травы с цветами. Собираю лопасти мельницы. Планирую сделать их вращение. Моторчик заказал на Али. Включаться будет жестами. Для этого собираю схему на Ардуино Промикро. Дополнительно в схеме есть датчик жестов освещенности, цвета и приближения. APDS9960. Двунаправленный преобразователь логических уровней 5 вольт в 3,3 вольта. Понижающий DC-DC преобразователь MP2365. Драйвер двигателей MX1508 и микромоторчик с редуктором. Пока предварительно тестирую скорость вращения и жест рукой. Горизонтальные взмахи увеличивают или уменьшают скорость ступенями. Вертикальный взмах выключает или делает максимальную скорость вращения. Работает отлично, но скорость вращения слишком высокая. Заказал моторчик на 10 оборотов в минуту. Для создания всех мелких деревянных конструкций я использую несколько станков Proxon. Они очень точные и с их помощью я делаю заготовки необходимых размеров. Это миниатюрный фуганок. Купленные бруски сначала равняю на фуганке. В комплекте к фуганку шел толкатель, но использовать его в деле совсем неудобно, так как брусок может легко выскочить из-под лезвия и сила прижима будет неравномерной. В итоге пришлось смастерить толкатель самому. С помощью фуганка я делаю одну базовую сторону идеально ровной, и затем вторую базовую сторону под углом 90 градусов. К станку можно подключить пылесос, и тогда опилок на столе практически не будет, но уровень шума сравним с турбиной самолета. Дальше нужно уменьшить толщину заготовки примерно до полутора миллиметров. Для этого я использую рейсмусовый станок. С ним все просто. Он делает абсолютно параллельной одну из сторон той, которую только что выровнял на фуганке. Для этого я с одной стороны завожу заготовку, в центре станка лезвия снимают 0,3-0,5 миллиметров, и с другой стороны заготовка выезжает. Тут тоже, как и с первым станком, есть одна заковырка. Стол, по которому ездит заготовка, недостаточно длинный со стороны входа заготовок, и из-за этого они часто застревают или портятся. Я удлинил стол, соорудив такую площадку с фиксатором. После этого станок стал работать без нареканий. К станку нет возможности подключить пылесос, так что со стороны выхода ставлю картонку, и периодически пылесосом собираю опилки. Подножки подгладываю пенопласт для уменьшения вибрации. Шума от станка немного, так как основные шестерни у него пластиковые. Ручка сверху регулирует высоту стола к ножам. Таким образом я регулирую толщину среза. Следующий этап это распиливание заготовки на тонкие полоски. Для этого у меня есть отличная циркулярная пила Proxon. Эту пилу я покупал на ebay, и она пришла с американской вилкой с мотором на 110 вольт. Чтобы исправить этот косяк, мне пришлось купить конвертер. У пилы есть возможность регулировать наклон пилищего полотна до 45 градусов. Чтобы отпиленные тонкие полоски дерева не улетали под пилу, я меняю накладку с минимальной прорезью под пилищей диск. Иногда рейсмус вкусывает кусочек в начале заготовки, и первым делом я отпилю его. В комплекте с пилой есть удобный угольник, который поможет сделать ровный срез по 90 градусов. Дальше выставляю направляющую и распиливаю заготовку вдоль на тонкие полоски, толщиной примерно полмиллиметра. Чтобы напилить много полосок одинаковой толщины, придется немного поколдовать, смотрите сами. Ушло примерно 30-40 минут на все полоски. Теперь я приступаю к созданию деревянного забора вокруг мельницы. Высота забора будет 1 сантиметр, то есть в данном масштабе это будет примерно по пояс человеку. Сначала нарезаю колышки и приклеиваю их на малярный скотч через равные расстояния. Процесс сборки ограждения совсем не сложный. И как только все секции готовы, я окрашу их смывкой. После окрашивания элемент забора стал смотреться плоско. И чтобы добавить объема, нужно выделить грани. Делаю это сухой кистью, прохожусь по граням более светлым цветом. Там, где колышки будут соприкасаться с землей, я наношу сухой пигмент. Все секции приклеиваю на макет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавляю пару больших кустов и с помощью материала Underbrush имитирую небольшие кустики рядом с забором. Процесс нанесения этого материала очень прост. Сначала формирую кусты необходимой формы и размера. А потом из пипетки смачиваю его спиртом. Таким образом жидкий клей-цемент от Woodland Cynix будет легче впитываться и проникать до самого основания, скрепляя кусты с диорамой. Дополнительно ставлю пару больших деревьев и под каждым из них насыпаю немного измельченные в блендере коры дерева. Для создания поверхности воды в этот раз я использую клей для дукупажа Mod Podge. Очень простой и доступный вариант. Просто наношу клей кисточкой на поверхность эпоксидки небольшими участками, чтобы клей не успевал высохнуть. Дальше использую аэрограф без краски, хаотично раздувая клей по поверхности. В результате получаются узоры водной поверхности. Самое главное в этом способе это то, что если результат не понравится или не получится, то после высыхания все можно убрать без следов и повторить процесс нанесения сначала. Работа над диорамой и ее основными элементами завершена, но впереди еще много различных мелких деталей, которые значительно улучшают макет. На верхней части, где будет механизм вращающей лопасти, добавляю с помощью пигмента пыль. Для этого смешиваю пигмент с закрепителем и наношу эту смесь на модель. После полного высыхания видно, что пигмента нанесено с избытком. Убираю излишки ватным диском с мощным разбавителем краски для аэрографа. Причем делаю это так, чтобы пигмент оставался между черепицами и под ними. Собираю балкончик. Работа очень кропотливая, так как перила будут из очень тонких поперечин. У компании Валеха есть очень реалистичная акриловая краска, имитирующая на 100% различные металлы. В данном случае я покрашу перила под сталь. Еще одна деталь диорамы это пикап. Я решил, что пикап должен быть состарен и для этого надо нанести на него пыль, ржавчину и потертости на краске. Чтобы немного убрать блеск и нанести грязь, я использую смывку. Она хорошо заполняет все углубления. Жду, когда она немного подсохнет и ватной палочкой, смоченной в разбавителе, убираю излишки. Добавляю смывки цвета ржавчины. После подсыхания сначала одним концом ватной палочки, смоченной разбавителем, намачиваю поверхность, а потом сухим концом палочки убираю излишки. В противном случае можно убрать слишком много смывки и процесс нанесения придется повторять сначала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok с помощью краски, разбавленной в закрепителе. Так его проще наносить. После высыхания излишки убираю разбавителем. В итоге песок остается только в протекторе и около диска. Дальше идет сухой пигмент, имитирующий ржавчину. Кисть смачиваю в разбавителе, чтобы пигмент лучше прилипал к кисточке и ложился на машину кусками. Так получится очень старая ржавчина. Субтитры создавал DimaTorzok На 3D принтере напечатал бочку и покрасил. Выделяю грани сухой кистью алюминиевой краской. Губкой местами создаю эффект потертой краски. Также напечатал ящик и небольшой двигатель. Все эти предметы размещаю в кузове пикапа. Смотрится уже круто. Осталось добавить потертости. Делаю это с помощью губки и алюминиевой краски. Делаю это с помощью губки. Делаю это с помощью губки. Делаю это с помощью губки. Еще немного деталей кумельницы. Напечатал мешки с мукой и затем крашу. Ставлю свой логотип мини-брикс на диораму. Диорама получилась очень яркая и сочная. Но к сожалению я не дождался нужного мне моторчика из Китая на 10 оборотов в минуту. Сначала мне прислали не тот и потом пришлось ждать когда его заменят. Но как только он придет я решил сделать еще одну диораму уже с другой мельницей. И в этот раз лопасти будут вращаться. Всем спасибо за просмотр. Следующее видео будет про замок часть 2.